17 сентября, в день празднования в честь иконы Божьей Матери, именуемой Неополимая Купина, отмечает престольный праздник один из старейших сохранившихся исторических храмов Симбирска. Божественные литургию в этот день в Неополимовском храме совершили митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин, епископ Барышский Инзинский Филарет, епископ Меликеский Чердоклинский Диадор. В 1912 году в поселке Куликовка был построен временный деревянный храм в честь иконы Божьей Матери Неополимая Купина. Сюда была перенесена присланная с Афона икона Божьей Матери, являющаяся по сей день его главной святыней. Революционные годы помешали устроить более просторный храм для новой чудотворной иконы, и временный храм так и остался постоянным. В 1937 году храм был закрыт. В начале Великой Отечественной войны Богородица Неополимовский храм был открыт и стал Кафедральным собором раскольников-обновленцев. В 1944 году Богородица Неополимовский храм вновь становится православным. С 1989 года статус Симбирской епархии восстановлен. Сюда назначается правящий архиерей, владыка Прокол Хазов. И с этого года здесь, в Неополимовском храме, начинается яркая такая масштабная духовная жизнь. Храму присвоен статус Кафедрального собора, потому что самый большой, и вплоть до 2010 года храм и являлся Кафедральным. Жители Симбирско-Ульяновска очень любят этот храм, поэтому в престольный праздник здесь собирается очень много людей. С древних времен известно, что Матерь Божия через икону Неополимая Купина подает людям свою помощь в бедствиях, особенно при пожарах. Именно поэтому сотрудники МЧС России особо почитают икону Божией Матери Неополимая Купина и считают день празднования в ее честь своим профессиональным праздником. В богослужении и крестном ходе в этот день по традиции приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Ульяновской области во главе с начальником управления генерал-майором внутренней службы Михаилом Осокиным. Митрополит Лонген тепло поздравил с престольным праздником собравшихся на молитву духовенства и прихожан. Он напомнил историю Неополимовского храма и подчеркнул значимость этой церкви для Симбирска-Ульяновска. Владыка отметил, что ее престольный праздник – один из самых главных праздников для всех верующих ирожан. По несколько тысяч причастников, как мне рассказывают сегодня Лонгик и Диадон, бывало здесь на праздниках в 90-е годы. Это, конечно, свидетельство того, что Господь милостив, и несмотря на тяжелые и сложные обстоятельства нашей жизни, особенно те, которые были тогда, в советские годы, все-таки оставлял нам возможность тем людям, которые готовы были расслышать голос Божий, зов Божий, оставлял возможность прийти к Нему и оставлял местам, в которых можно было это сделать. И вот этот храм, конечно, очень дорог для каждого жителя Симбирска. И мне он сам очень дорог, мне он очень нравится. Я с большой радостью всегда совершаю здесь богослужение. Митрополит Лонгин поздравил сотрудников МЧС с праздником. Затем в здании Симбирского епархиального управления состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Симбирской митрополией и Главным управлением МЧС России по Ульяновской области. Сегодня было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между епархиями Симбирской митрополии и Главным управлением МЧС России по Ульяновской области. Надо сказать, что это соглашение не возникло из ничего. Это плоды достаточно долгого и плодотворного, и такого тесного взаимодействия. Сегодня мы подписали соглашение. Дело в том, что профессия пожарного в мирное время все равно выполняет боевую задачу. И надеюсь, что подписание данного соглашения еще больше укрепит наше взаимное взаимодействие, нашу дружбу с епархиями Ульяновской области. И надеюсь, что с Божьей помощью все будет на территории Ульяновской области хорошо. Митрополит Лонгин поблагодарил сотрудников МЧС за помощь храму митрополии и отметил готовность духовенства продолжать пастерское окормление сотрудников ведомства и членов их семей. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.